МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации и телерадио компании Гомелю, студии Натальи Игнаценко. Глядите в этом выпуске. Старшиня Гомельского облака Молодимир Дворник отказал на вопрос ниже хоро региона. А господарки Гомельской области распачали массовую нарыхтовку бульбы. Космос, роботы и супергерои. У Центральной городской библиотеки Мя Герцена отбылась фантастичная ночь. За перемогой в Жлобине проходит республиканская спартакияда сиротработников предприемства жильево-коммунальной господарки. А зараз об этом иншим больше подробязна. Старшиня Гомельского облаконкаму оправил сёння промой телефонную линию. А от Жихаров в области у Владимиру Дворнику поступило свыж 30 зворотов. Тему занимались все самые розные ремонты, осветление дорог, плепшение транспортных взносин, пытание працевладкования. Не обошлось и без традиционных спадшинных спрэчек. Нараканни на стан дорог прогучали от Жихаров прибора Романовича у Ягомельского микрорайона «Хутор». Не засталась у Баку и тема жильево-коммунальной господарки. У Турове по улице 60 год Кастрычника не первый год чекают проведения газа. У одним сашматкватерных домов Мазыра на бульвары юности тякут балконы. А у Жихаров агрогородка «Ударная» у Лельчицким районе маленький напор воды у кранах. Прагучали так само и падяки. У приватности за доброе упорядкование в улице Комсомольской у Гомели. Застались удячными и Жихары ветки за ремонт и градирование мясцовых дорог. Наша улица уже была не очень в хорошем состоянии, но мы понимали, что центральную улицу быстрее сделают, а нашу немного оставляли. Поэтому позвонили и после этого ее сделали. Вы можете посмотреть, как хорошо перестала там ездить и гулять с колясками и на велосипедах тоже кататься хорошо. По доручению Владимира Дворника все пытания, которые занимались под час промой линии, будут разгляджены и по мягчимости устисленные термины выражены. Некоторые губернатору взял под особистый контроль. Господарки Гомельской области распочали массовую нарыхтовку бульбы. Все летние темпы уборки культуры уже опередживают летошние. Параллельно аграры рыхтуют и насенный фонд на будущий год. Як во уникальных для Гомельской области лабораториях и годовальниках отбирают идеальные агатунки белорусской бульбы, доведалися наши корреспонденты. Сейчас мы будем проверять наш картофель на обнаружение вирусной инфекции. Тамара Сидарынка галоны белорусской горонине присвятила 30 годов. Навад кандидатскую паю и оборонила. Усех этой годы працавала на Гомельской областной сельскохосподаршей станции. Тут уся химия бульбы, як на долоне. У лабораториях прогнозуют будущие урожаи, махчимые захворвания и умеют загадя продухились уся рызыки. Мы помогаем селекционерам определить более достойные, более урожайные и устойчивые к болезням сорта. Три года обычно сорта находятся в государственном сортоиспытании. На третий год они вступают в реестр, если сорт достойный. И они потом идут в производство. Дарыши на створение нового гатунка треба десяток годов. Зараз под назиранием станции 8 гатунков. Два з них – новички. Коли оправдают чекание новуковцев, пойдуть у массовое вырошивание и продаж. Як, например, гатунок «Брыз». Это суперэлита, хит белорусских полев. Товарный бит за сухоустойливость и урожайность. Усе показчики на вышине. Уродилась очень хорошая у нас картофель. Большая площадь, больше 100 гектар. Так что все хорошо, уборка идет нормально. Я считаю, что очень ответственная работа, потому что сельскохозяйственный труд – это очень кропотливая. Рано встаем, поздно ложимся. У поля с восьми ранницы и до сями вечера. З урожайностью 370 центнеров с гектара бункеры наполняются за 20 хвилин. До речи, гэты показчик высшейся за гульно-республиканские. На отгрузце три машины. Маршрут до сортования исховища. За день засеки станции пополняются на 80 тонн. Зараз я не заполнены большим на полову. Заявки на закупку насения бульбы на станции принимают уже сенья. Причим, споживцы не только белорусские господарки и приватные фермеры. Гэты груз худко не керуют за межу. Топовые белорусские гатунки давно сподобались у России и Казахстане. Освоиваются и новые рынки. Так у хокимчаса пройдут перемоги с Ебекистаном. Ганна Ковалева, Вольга Коновалова, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке АТН. Жахары Гомельской области мают у своем уладанне коля 30 тысяч маломерных суднов. Причим, некоторые катеры по своем коште и комфортности часом не заступают с престижным автомобилем. Як эксплуатуются гэты флоты, які порушения допускают у ладальники водных транспортных сродков, доведався Олег Синсерову. Вот этот катер можно назвать, напевно, соправданным раритетом. Он был выработан не в 70-х годах, минулого 100-х годов. Теперь Жахары Гомельской области, когда и набывают судны, то больше сучасные у темняков в Европе и Америки. Правда, не новые, а те, что уже были в эксплуатации. Разностайных лодок и катеров на Гомельске не так шмат, что люди навык створяют специальные лодочные кооперативы. На причале побач и невеликые гумовые транспортные сродки, различные на одного-двух человек. И комфортабельные катеры с радиостанциями, кондиционерами и телевизорами. До речи эксплуатация таких суднов, кашту и нетанна. За день аматы от подчинку на воде могут расходовать до 100 литров бензина. Некоторые своим катером навод имена подбирают. Фараон, леди, принцесса, те ангел. У инспектора у державной инспекции по маломерных суднах неких зовах до внутренней начинки суднов, и их назву нема. Головное – выконание правил обеспеки при находлении на воде. На учете ГИМС Гомельской области состоит 28 288 маломерных судов. На одном Гомельском участке состоит на учете 10 870 маломерных судов. С начала навигационного периода на водоемах и реках Гомельской области было осуществлено 262 рейда, в результате которых было выявлено 405 нарушений. Основное порушение – отсутность в артоварной комизельке. Потребование совсем не лишнее. Только с улицами на водоемах Гомельской области отбалось 5 аварийных выпадков, у которых загинули 4 человека. Инспекторы, держав инспекции по маломерных суднах, кажут, что при жадании плавать на водоемах без регистрации можно, хоть умовно кажучи, во властной ванной. Головное, капною и не было руховика, а грузоподъемность не превышала 225 килограммов. Правда, и у таким выпадком наявность в артоварной комизельке будет обовязковой. У Воглиш, по одеющим законодавствам, судны, які однись иногда маломерных, повинны обовязково проходить техничный огляд. Ёсинные – один раз в 5 годов. За руховиком кожна 3 годы. Гидроциклы – прозгод. Коли технице больше 10 годов, в этой процедуре становится что-то годовой. При этом можно зарабить лодку самостойно, а можно скрестаться той, что вырублено на заводе. Саморобных лодок на наших водоемах не шмат, а леяны усеющие сустракаются. Самоделок не так уже много, потому что, да, сейчас люди немножко как бы стали помогать и жить уже, покупают хорошее суда. Ну, встречаете самоделки. А так, что касаемо регистрации, ну, отдельно встречаются люди, которые говорят, что они не знают закона, покупают эти лодки, а потом уже попадаются к нам как нарушители, и приходится их и наказывать, и разъяснять закон. Космос, роботы, супергерои и фантастичные створенни. Черговую библионочу Центральной городской библиотецы Мягирцина просвятили одним из самых шматгранных и популярных литературных жанров – фантастицы и фэнтези. Безумовно, только литература и эта акция у поддержки читания не обмежавалась под обязанностью Максима Савина. Минулая сучасность будущения, история и выдумка. Гостям библиотека пропонувала здействовать подороже не только в часе, но и по разных сусветах. От киберпанковской будущени, стимпанковской мудрогелистости до просякнутого таямницами паданиями и червовництвом минувшины. Супергеройские комиксы, зорные войны, хабитание, цена шести роботов, интерактивные пляцовки на любых уст. Квесты и викторыны не давали сумывать аматорам интеллектуальных практикований. И все это проходило в антураже экспозиции мостаков и фотографов, где так само все было фантастично. Тяжко удивить, что над Гомелем могут летать иншопланетные корабли, а где для фантастики нема ничего не махчимого. Для меня фантастика – это социально приемлемая форма нарушения границ. Ну, конечно, имею в виду границы реальности. То есть, когда я пишу фантастику, я могу делать все, что захочу, со своей ручкой, со своей бумагой, создавать самые невероятные образы. И, соответственно, когда я читаю фантастику, мое воображение тоже не знает границ. Поэтому, если хотите нарушать границы, не нарушая при этом закон, читайте фантастику, читайте фэнтези. Письменники-фантасты смело глядять в будущее нем и нередко его продбачить. Правообразы многих сучасных гаджетов и технологий заявились на страницах фантастичных романов и оповедов шмат 10 годов тому. Фантастика и фэнтези – легкие литературные жанры только на первый взгляд. Нередко за выдуманными подеями и сусветами хаваются злободенные для громадства проблемы. Вот это исполучение сюжетной легкости и сенсовой глубины и привабливая. Обтым, как створается фантастыка, законоведовальники «Библия ночи» доведывались с першикрыницей. Гостями вечера стали белорусские письменники, которые пишут в жанрах фантастыка и фэнтези. Оказалось, что натхнение авторы шукают в простых речах. Я выросла в белорусской деревне, соответственно, меня вдохновляет природа. То есть мое вдохновение появляется обычно, когда я езжу по каким-то вот или новым местам, или даже мне достаточно просто сходить в лес, погулять по любимому городу. Калейдоскоп паде и в образу библионошу Центральной городской библиотеки имя Герцена, как завсёд издевила наведовальников разностайностью и оригинальностью. Все акции, которые, кстати сказать, Центральной библиотеки уже проходят сегодня шестой раз подряд, конечно же, подтверждают, что в библиотеке можно прекрасно провести время с пользой, с интересом, с настроением. И встретить единомышленников, конечно же, в стенах этого учреждения. Максим Савин, Павел Антонов, Телерадио, компания «Гомель». У «Гомель» распочались славянские литературные дожинки 2018. У гостей до литератора у «Гомельщины» приехали коллеги из Беларуси, России и Украины. По доброй традиции урочистой открытие 13-го международного фестиваля у свята проходила у «Гомельской областной универсальной библиотеки» имя Ленина. Подрабязности в сюжете Вероники Ворошилиной. Славянские литературные дожинки – одно з найбуйнейших культурных мероприемств в регионе, якое ладзится областным отделением Союза письменников Беларуси. И оно накеровано на популяризацию сучасных творов ауторов «Гомельщины», а так само выявление, поддержку и развитие младых талентов. Перша початкова славянские литературные дожинки задумывались, как сход письменников с мытой обмеркованием творческих выников за год. С тягом часу они набыли международный формат и статус фестивалю свята. Что год до литературного «Гомельщины» приезжают коллеги из России и Украины. По доброй традиции, паша с урочистого открытия мероприемства отбывается крональный церемониял запальвания так званого «Агнюся Броуства», який символизует непорушность и едность могутного Союза письменников и чизачоу трех наших братырских народов. Славянские литературные дожинки – это свято книги, творчество и душевное людское теплое. И но объеду новые авторы, которые саправдышануют свою родную мову, по майстерску володают словом и займаются письменницкой справой по заклику сердца. Фестиваль основную задачу мая – пропагандовать творы авторов, членов Союза письменников Беларуси. Это показать себе, что мы сделали, что мы досягнули. Это яркие творы. Главное, на мой взгляд, что мы, если слово это свое, повезем в регионы. И завтра будем выступать и в Утюках, и в Калинковичах Агроколеджи, и в Сиротсельчан, в городку Заширье. Там так само нас ждет, мы привезем книги, подарунки, с автографами и сподевемся, что наше слово им будет до сподобия. Пошас международных афестивалю святославянские литературные дожинки были подведены выники областных конкурсов и отбылось ее вшанование их финалистов. Все летофором молодых литераторов и аматоров мастерской творчести прошел в другой раз. При этом организаторы провели его сразу в четырех номинациях. Тобе пяю моя малая радима, моя перемога, так само присвященный гомельским поэтам Анатолию Грачанникову и Леониду Гаврилову. Я в этом году курировал конкурс, присвященный 100 годзю поэта-фронтовика, который загинул на початку Великой Отечественной войны Леонида Гаврилова. Только на этот конкурс поступило 89 вершин. Первая большая часть из них написаны на белорусской мове. Так само в рамках международного фестиваля святославянской литературной дожинки отбылась презентация все летних творческих набытков литераторов Гомельской в области, а так само их коллег из России и Украины. Это как ауторские выдания, так и суместные коллективные сборники. До приклада в рамках перокладшицкого фестиваля «Бероги дружбы» все лета в першине в России обошел светсборник, выданный целиком на белорусской мове. Раньше мы практиковали их как-то смешивать, а в этом году мы сделали именно одну книгу русскую, переводы на русский язык, белорусской поэзии, и белорусскую, переводы русской поэзии на белорусский язык. Там как представлены молодые поэты, так и их наставники, потому что у нас еще практикуется школа наставничества. То есть не просто работает молодежь, но с ними в паре работают опытные люди, они подсказывают, и они тоже делают переводы, и вы знаете, как им это интересно. Славянские литературные дожинки – масштабное культурное мероприемство, якое, собственно, сближая, обедновывая и натхняя. Письменникам Гомельшина янодой могшимость демонстровать свои таленты и творческие достижения. Капчатачи могли открывать новые имены и творы своих земляков и, собственно, имя Гонарыца. Разом с тем замежным литератором Международный фестиваль свято так само позволяет делиться своими напрацовками и обмерковывать перспективы будущих суместных проектов. Я завжды рады приезжать в город Гомель, встречаться со своими друзьями, которые приезжают из Украины, из Беларуси, из России, из разных уголочков. И здесь мы чувствуем себя как дома. Слава людям, которые занимаются теплым творческим делом. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадоя компания «Гомель». У Гомельскими облаканками обвястили дату проведения фестивалю «Клич Палесся». У гэтым годзе он пройдет 22 вересня. Место традиционное – агрогородок Ляскович и Петриковского района. В фестивальных мероприемствах примутю дел творчие коллективы, майстры и рамесники из 8 Полесских районов и замежные коллективы. Плануется, что на фест приедут и вядомые белорусские гурты «Нави-бэнд» и «Дразды». Гостей свято так само чекают выступления аутентичных коллективов, конкурс прихожостей, фестиваль книги. Свято не обыдется без сюрпризов. У программы шмат премьерных падей. У Гомелье плануется створить сучасную молодежную арт-простору. Она разместится у стенах одной из городских забавляльных установ и будет реализована в рамках агульно-республиканского проекта «За справу». Проставники БРСМ собрались для обмеркования концепции. Плануется, что молодежный арт-простора станет пляцовкой для творческой реализации, обмеркования актуальных идей, вопросов и проблем. На ее территории активисты БРСМ смогут организовывать молодежные мероприемства самого разного формата – бизнес-сустречи, творческие выставы и майстер-классы. Инновационная пляцовка закликана объединить молодь с разными поглядами и интересами, готовых реализовывать самые неординарные идеи. Я считаю, что очень замечательно, что на базе такого заведения будут проводиться тематические вечера, где молодежь из разных отраслей науки, искусства может продемонстрировать себя и показать, что они могут и умеют другим. Проходит конкурс на логотип, мы уже думаем, как это правильно запустить в университете. Скорее всего, по факультетам будет проводиться конкурс внутри университета, и потом уже победитель будет соревноваться с другими университетами на логотип и название этого арт-пространства. Плануется, что на протягу года молодежные арт-просторы з'явятся во всех районных центрах в области. И они изменили офисное и працовное оденни на спортивное и отправились с поборничать у Жлобин. Город Металурга в эти дни примае республиканскую галиновую спартакеяду среди работников предприемствов жильево-коммунальной господарки. И она проходит с 7 по 9 вересня. Самыми спортивными коммунальниками краины сустрелася наша здымочная группа. Три дни, четыре сотни человек и девять видов спорта. Республиканская спартакеяда работников ЖКГ собрала у Жлобин и команды из всех областей и столицы. Добрая махчимость нареште поспоборничать не только в творческих показчиках и изразумело умасовать корпоративный дух. Я считаю, это зеркальная сторона производственной деятельности. Если люди будут на предприятии заниматься спортом, то у нас будет и производительность труда, у нас будет здоровый коллектив, а в здоровом коллективе здоровые идеи. Я считаю, что проведение туристических слётов, проведение спартакеяда, оно только улучшает климат на предприятии. Такая спартакеяда проводится уже 11 раз. Кожное у нового месса и сё лето обрали Жлобин, мясовый центр олимпийских резервов, ураживая навод столичных гостей и видовочная крыляя. На прикладу первый же день минские коммунальники-плеуцы узяли три прозовые мессы у особистом Залику, а затем перемогли у эстафетти. Прекрасное впечатление. На высоком уровне соревнования организовано. Я ещё не видел ни одной спартакеида, чтобы так было всё чётко сделано. Условия хорошие, питание хорошее, бассейн супер, в Минске таких не найдёшь. У нас у всех база с дюшер, а дальше уже кто как хочет. Все занимались в школе в своё время, получали какие-то разряды. А теперь мы просто любители. Свободно от работы времени занимаемся. Параллельно стартовали с поборнистого по лёгкой атлетичным кроссе. Их организовали на лыжа-роллерной трассе. Стромкие повороты якой стали своей особливой складанностью. А для настроя удельникам не псовали. С подрымкой сокомандников до финишу прыща и усе. Все спортивные мероприятия они сплочают, потому что это команда. Тут надо по-любому быть, помогать друг другу, поддерживать друг друга. Потому что если бы рядом с тобой никто не бежал, не кричал «давай, давай», бежал бы в пол ноги и не достиг бы хороших результатов. С некоторыми ребятами я уже знакомилась раньше, потому что у нас есть областные соревнования, у нас есть турслёты. И там пересекаешься, только там ты соперник с этими ребятами, а тут ты в одной команде. У прохраме «Спартакияды» так само волейбол, мини-футбол, яровый спорт, стральба, настольный теннис, бильярд, дартс. А ли только с поборництво ященью всё. Организаторы подрихтовали и познавали на участку. Все команды, которые у нас здесь присутствуют сегодня, они имеют возможность в эти три дня, с 7 по 9 сентября, кроме того, чтобы принять участие в соревнованиях, ещё ознакомиться с городом Жлобин, в том числе с нашей спортивной базой, ну и те культурно-исторические, историко-культурные, скажем, комплексы посетить. Треба додать, республиканская «Спартакияды» работников ЖКХ для Жлобина стала репетицией перед ещё и больше буйной подеей. Праз два тыдни тут отбудется финал Межгаляновой «Спартакияды» профсоюза в Беларуси, а это 18 команд и больше, как 900 удельников. Сергей Нехеревич, Настасья Кучинская, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель» с Жлобина. ГТА, так само, и другие новины вы можете узнать на нашем сайте у интернете по адресі www.tv.orgomil.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова